Дань памяти героям. Армавир традиционно присоединился к масштабной гражданской компании «Георгиевская лента». С 25 апреля в разных микрорайонах города начали работу несколько пунктов раздачи ленточек. Продлится акция до 9 мая включительно. В городе Армавир ежедневно выходят волонтёры на четыре точки. Это у нас две в центре находятся. Одна около фонтана Победы, одна на центральной площади. Две точки, одна на мясокомбинате, одна точка на родине. Соответственно, в выходные дни добавляются ещё две точки. Это у нас гипермаркет «Магнит» и гипермаркет «Красная площадь», где в выходные количество людей увеличивается. Волонтёры помогают участникам прикрепить символ Победы к одежде, рассказывают, как правильно носить его, а именно на груди, с левой стороны, на уровне сердца. Распространяются ленты бесплатно. Желающие могут сделать пожертвование, опустив любую сумму в боксы. А можно перечислить на расчётный счёт регионального отделения российского Красного Креста. Средства, собранные в ходе кампании, направят на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн. «Каждым днём, к сожалению, стараются всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны. В этом госпитале оказывают лечение ветеранам, но и участникам, и локальных войн. Мы понимаем, что большое количество участников таких войн есть. И, конечно же, есть люди, которые получили увечья, получили тяжёлые ранения, нужно протезирование, нужны дорогостоящие препараты. И именно в Краснодарском крае уделяется этому большое внимание. Все денежные средства перечисляются в этот госпиталь. Хотелось отметить, что в прошлом году поблагодарить жителей нашего города, потому что была собрана, наверное, самая большая сумма, которую могли собрать за последние годы, порядка 950 тысяч рублей, было перечислено в краевой госпиталь. И за это, конечно же, спасибо, наверное, от лица ветеранов, которые там проходят лечение, ну и от лица организаторов. Также хочется поблагодарить всех жителей». В этом году на Кубани гражданская компания «Георгиевская лента» проводится при поддержке главы администрации Краевини Амина Кондратьева по инициативе региональных отделений Молодой гвардии «Единая Россия» и Российского Красного Креста совместно с Краевым советом ветеранов, а также гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». В прошлом году в «Армавире» произошло 89 пожаров, 27% из них по причине детской шалости. По счастливой случайности обошлось без жертв среди несовершеннолетних. По официальным данным, в этом году отмечен рост пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе и детьми. Пожар, произошедший по вине ребенка – это халатность взрослых, говорят пожарные. И ответственность за это также несут взрослые. Поэтому так важно мамам и папам донести до своих детей основные правила безопасности, пожарные в том числе, и, конечно же, не оставлять их без присмотра. Ведь ни для кого не секрет, что стремление к самостоятельности у детей проявляется, особенно в то время, когда они остаются одни. Что бы хотелось отметить в рамках, перед началом детских летних каникул, ну, прежде всего, обратиться к родителям, чтобы они постоянно осуществляли контроль за действием своих детей. Для того, чтобы дети были постоянно под присмотром и были чем-то заняты, заняты полезными делами, либо спортом, либо какими-то опознавательными играми, либо занимались в каких-то кружках. Ни в коем случае детей нельзя оставлять одних без присмотра, особенно детей в малом возрасте, которые проявляют большой интерес к всяким интересным вещам, в том числе спичкам, зажигалкам и так далее, к источникам повышенной опасности. В обязательном порядке родители должны с детьми проводить разъяснительную работу не только по правилам применения открытого огня, по правилам использования источника повышенной опасности, но и в том числе правила поведения на дороге, правила поведения в общественных местах, правила поведения с чужими взрослыми людьми. Вот эти первые правила, которые необходимы, чтобы родители пользовались ими и применяли, для того, чтобы избежать, прежде всего, беды. Купальный сезон не за горами, и тут вновь подстерегает опасность вода, ошибок не прощает. В прошлом году на водоемах Хормавира, по информации городской службы спасения, утонуло пять человек. Один из них купался в нетрезвом виде. По статистике, большее число ЧП происходит именно из-за алкоголя. Напоминаю жителям и гостям нашего города, весенний-летний период купаться в строго оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не употреблять алкоголь вблизи водоемов, не разбрасывайте бытовой мусор, в майские праздники следите за своими детишками, возле воды кормят лебедей, смотрите, чтобы дети не упали в воду. В несчастных случаях, чтобы с ними не приключилось. Основной акцент для родителей – это безопасность детей. Дети должны быть постоянно под присмотром, на расстоянии вытянутой руки. Помните правила. Когда ребенок возле вас, все будет хорошо. Экологическая акция по сбору опасных отходов состоялась и в Армавире на минувших выходных, от Армавирцев бесплатно принимали ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки и другие отходы. В общем, все то, что не надо выкидывать на свалку. Тем, кто принял участие в акции, полагались подарки. Нашли в интернете. У меня жена состоит член географического общества. Там было объявление. Но мы давно собираем батарейки, люминесцентные лампы. Это же ядовитые вещества. Их надо сдавать обязательно. Потому что очень засоряет землю, особенно батарейки. Я уже перешел на аккумуляторы. Батарейки уже не покупаем. Организатором акции выступило агентство «Ртутная безопасность» при поддержке администрации города Армавира. В нашем муниципалитете акция прошла в первый раз и пришлась по душе многим неравнодушным к экологии жителям. Суть акции – проинформировать людей, чтобы они знали, что какие-то отходы нельзя выкидывать в обычную урну. Их надо дома собирать и нести в определенные пункты на положенную утилизацию. По городам мы уезжаем по краю регулярно. Раз в квартал. Это такие, как Новороссийск, Краснодар, Майкоп, Сочи. Обычные населенные пункты, станицы, может, районные центры. За последние три года динамика, конечно, увеличилась в разы. То есть поначалу, когда только такая работа проводилась, люди еще как-то относились к этому, думая, что, возможно, куда-то что-то никуда попадет. Но с каждой новой акцией люди все активнее, активнее, активнее принимают участие. И много новых людей. Но и также старые лица часто встречаются, которые знают, постоянно даже звонят, спрашивают, когда. В городе работали два пункта приема – возле Центральной площади и в районе кинотеатра «Родина». За время их деятельности с 10 утра до 2 часов дня организаторам удалось собрать более 500 ртутных ламп, 65 килограммов батареек и еще сотни килограммов других опасных отходов. Все это будет впоследствии утилизировано должным образом силами агентства «Ртутная безопасность». Марина Бартинева, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Начало мая будет насыщенным на общегородские события. Напомним, первого числа Армавир, как и страна в целом, отметит праздник весны и труда. 9 мая – 74-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Смотрите и запоминайте перечень мероприятий, которые состоятся в Армавире в праздничные дни с 1 по 9 мая включительно. Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Движение транспорта в праздничные дни ограничат в центре Армавира. Жителям рекомендуется заранее продумывать маршруты поездок. Наряды полиции перекроют проезд на Ленина Карломаркса, Комсомольская Карломаркса, Карлолипных, Торозы-Люксембург, Кирова-Розы-Люксембург, Дзержинского-Ленина. Сообщается, что автотранспорт, участвующий в шествии колонн, сможет въехать по пропускам, выданным администрацией города. Действуют они до 8 часов. 1 мая с 7 до 15 часов будет ограничено движение транспорта от пересечения улиц Кирова-Мира до Свердлова. 9 мая с 7 до 23 от пересечения Кирова-Мира до Карломаркса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова